О здравоохранении в деталях говорили за круглым столом на открытом форуме с участием представителей прокуратуры, органов государственной власти, общественности. Участники форума отметили как негативные факторы, влияющие на общее состояние медицины в регионе, так и положительные тенденции. Возвращаемся к теме недели. Проблемные вопросы в системе здравоохранения у всех на виду и на слуху, поскольку с этими проблемами ежедневно сталкиваются жители Ненецкого округа и сами работники здравоохранения. Техническое состояние объектов сельской местности, отсутствие необходимого медицинского оборудования и нехватка кадров, очереди в поликлиниках и труднодоступность стоматологической помощи – все это проблемы, требующие реагирования со стороны окружных властей. Все эти проблемы взаимоувязаны, и решать их необходимо в комплексе, в рамках государственных задач, обозначенных в национальных проектах, чем, собственно говоря, региональные органы власти и занимаются. Застаревшие, наболевшие и уже надоевшие всем проблемы решаются, но не так быстро, как хотелось бы населению округа. Золотая рыбка и всемогущая щука, которые по нашему велению и хотению все исполнят, живут в сказках. Ежегодно за счет регионального и федерального бюджетов медицинские учреждения округа оснащаются современным оборудованием. Последние примеры. На средства в размере более 43 миллионов рублей из резервного фонда президента России приобретены два современных аппарата ультразвукового исследования, система капиллярного электрофореза, другое оборудование. Успешно используется реабилитационный комплекс с беговой дорожкой и роботизированным ортопедическим устройством для локомоторной терапии стоимостью более 17 миллионов рублей. Этот ряд можно продолжать до конца выпуска новостей. Остановимся на одном из будущих приобретений. Речь идет о магниторезонансном томографе. Для окружного бюджета дешевле направлять пациентов на обследование в Архангельск, где имеется данное оборудование. Но практика показала, что большинство людей, которым предлагают вылететь на обследование в соседний субъект, этого не делают. В результате заболевания выявляются не на ранней стадии, а гораздо позже, когда они трудно излечимы, либо время упущено безвозвратно. Сегодня, в принципе, с именем здравом Российской Федерации достигнута договоренность о готовности их помочь на финансовое приобретение этого аппарата. Там была долгая дискуссия между специалистами, многие медики в том числе говорили о том, что именно из-за малочисленности населения для нас экономически нецелесообразно покупать этот аппарат. Но, тем не менее, мы уже эту дискуссию завершили. Решили, что, несмотря на возможные экономические издержки, тем не менее, вопрос ранней диагностики для нас становится на первом месте, поэтому этот аппарат покупать надо. Другое дело, что мы в процессе подготовки к его приобретению пришли к выводу или столкнулись с проблемой, которую я сказал в самом начале, о том, что, к сожалению, инфраструктуры больницы не хватает помещений для того, чтобы этот аппарат разместить, потому что к нему есть довольно большое количество требований, связанных с повышенной опасностью. Поэтому мы сейчас запланировали отдельное обвещение в рамках пристройки или, если будет необходимость, готовы пристроить даже отдельное обвещение в больницу, куда этот аппарат МРТ разместил. Думаю, что в следующем году мы уже приступим к практической реализации.